Пожалуйста, ущипните меня, я хочу проснуться, я не могу жить в этом кошмаре. 19 марта Верховная Рада голосует за законопроект 5247 и принимает его. Этим законопроектом они освобождают от ответственности всех, кто связан с вакциной. Производителя, поставщика, тех людей, которые будут вкалывать вам вакцину. От любой ответственности за любые последствия. Это просто жесть. Причем делают это они, что характерно для нашего государства, не для всех производителей автоматически. А делают так, что в каждом конкретном случае производителю нужно будет договориться с Министерством Здравоохранения, с Кабмином. Ну то есть порешать с ними и пожалуйста тогда завози, мы тебя освободим от ответственности. Это просто жесть. Это государство сейчас выходит на международный рынок и говорит, ребят, ну что, кто производители, вы хотите поставить эксперименты какие-то, да? У нас есть 40 миллионов человек, пожалуйста, привозите сюда. Никакой ответственности для вас нет. Только порешайте с Кабмином и Свинздравом. Меня это возмущает до глубины души. Друзья, я юрист, я знаю Конституцию. Там написано, что человек, его жизнь и здоровье является наивысшей социальной ценностью. А у нас что получается? Не человек уже наивысшая социальная ценность, да? Человек это что? Биологический материал, подопытный кролик. Что это такое? Как такое может быть в правовом государстве? Ребят, к счастью, пока этот законопроект еще не подписан, ну его только вот приняли, поставьте колокольчик. Я вам сообщу сразу, как только президент подпишет этот законопроект. И я вас призываю, прежде чем делать вакцинацию, прежде чем принимать какие-то препараты, которые профилактически являются от коронавируса, подумайте, очень хорошо подумайте и постарайтесь трезво взвесить. Подумайте о качестве препаратов, которые нам поставляют, если освобождают от ответственности. Вы понимаете, что происходит? В Европе, в Европе автомобиль какой-то выбрасывает там на пол процента больше углекислого газа в воздух и там поднимают крик и сразу производителя штрафуют на миллиарды долларов. А у нас говорят, пожалуйста, вакцину завозите, колите и никакой ответственности. Ребят, подумайте очень хорошо, прежде чем принимать какие-то препараты против коронавируса. И я вам сейчас желаю всем искренне просто богатырского здоровья, чтобы вам не пришлось принимать никакие препараты против коронавируса. Простите меня за, может, излишнюю эмоциональность, но меня этот законопроект возмутил просто до глубины души. Ну, невозможно это в правовом государстве, там, где государство должно заботиться о своих гражданах. А здесь нас просто используют для эксперимента. Простите меня, ребят, не болейте, пока!